Что Вы сейчас добиваете? Чтобы выборы не состоялись, вот эти перевыборы? Мы добиваемся, чтобы выборы не... Смотрите, каждый процесс имеет свое время. Сбор всех комиссий, назначение, допустим, выбор председателей, печатание удостоверений, выдачу удостоверений, все эти организационные, материально-технические моменты. Все, каждые выборы, они должны быть подготовлены идеально от и до. Сейчас, это уже после того процесса, естественно, нужно делать с нуля. А раз с нуля для этого нужно, не зря закон избрал 60 дней, понимаете? Для этого нужно все строить с нуля 60 дней. Мы не можем сказать, что печать, она была на руках у Юрии, на это засвидетельствовано на поданном заявлении. То есть, возможно, был изготовлен дубликат печати. То же самое печати гуляли уже по комиссиям. Их нужно по новой изготовлять, материально-техническая база. Нужно все по новой делать. За 5 дней, увы, это не успеет. А вам предлагают это сделать за 5 дней? Да, нам предлагают выборы провести 15 числа на тур вот этот. Вы убеждены, что если выборы состоятся 15 числа, то это будет лжевый выбор. Да, это будет фальсификация та же какая. Вы понимаете, что... На чем вы основываетесь? Почему думаете, что это будет фальсификация? Потому что та фальсификация произошла, например, в Першетравневом районе. Сам председатель Черница рассказывал о применении ручейка, так называемого, фальсификации и косыночка. Это что такое, расскажите нам. Ручеек — это когда у вас существуют лишние белетни, ну, левые, да? Да, человек берет, ему дают этот белетень с отметкой, он его прячет. Приходит в кабинку, вытаскивает с отметкой, берет пустой, который ему выдали, прячет, выходит, бросает с отметкой и выходит уже на улицу. На улице ему платят деньги, он отдает пустой белетень и дальше ручеек пошел. Отмечают и пошло так дальше. То есть тот, кто платит, сам делает отметки и запускает следующего такого волосувальника. Да, 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 волосувальника. Так, а косыночка? Косыночка. Часто мы знаем, что у нас используют такие методы, как списки, которые попадают в несуществующие улицы, в несуществующие улицы, потом умершие люди и так далее. А косыночка? Вот, косыночка. Когда человек приходит, он не имеет этой прописки, ничего. Но у него в паспорте лежит календарик, например, определенный. Маячок. Косыночка подает паспорт, она открывает, понимает, что к ней пришел клиент, и она ему дает расписываться там, где нужно. Он расписывается, получает билетенки, там, где она знает, что не придут голосовать. И где это сам, вы понимаете? И застасывание было. Это использовалось когда? Это использовалось вот на этих выборах в Першитравневом районе. И победил оппозиционный блок, и наш край в основном все регионалы, которые как бы там сидят. Секундочку. То есть в Першитравневом состоялись, а в Мариуполе нет, да? Да, в Першитравневом печатали, они тоже печатали. И в Першитравневом уже осуществился их план, да? Да, в Белетне печатали, нет инвестия. И не успели. Полностью оппозиционный блок пришел в Першитравневом. А что они там, районный совет завладели чем-то? Да, район по Росте. Главонная администрация, и как называется? Районный совет, именно это депутаты совета Першитравневого района. А Гулава там кто? Гулава, насколько я знаю, да. Там выбирался городского совета или поселкового совета? Выбирался тоже. Тоже оппозиционерка? Да, я насчет этого, почему у меня еще такое, как бы сказать, негативное отношение, потому что только не успели они, как бы избранные депутаты, принять присягу, даже не успели. Первый митинг на открытие памятника воину-афганцу уже были лозунги убрать добровольческие батальоны, это Донбасс и Азов, это территория Першитравневого района. И вот это нас не то, что пугает, и как бы... Вы вспомните, давайте конкретно меморандум, который был заключен 16 мая 2014 года в выводе украинских войск из города Мариуполя, с ДНР был заключен меморандум. И вот за этот меморандум еще пока никто... Имеется в виду без ночь 14-го года? Да, еще пока никто, как бы, за этот меморандум не отвечал. Мойска были выведены, и это прямое гудели, дудели за мир, говорили, что мы за мир, ну под видом за мир, извините, створили сепаратистские дела и вводили фактически российские войска. Сидочка, я хочу закончить все-таки тему, она очень интересная, как фальсифицируется выбор именно вот на этом нынешнем, что показали последние. Что последний, а вы посмотрите внимательно. Это, кстати, орден или... Да, это орден. А какой орден? Собирается. Орден к Вегине Ольге. Ага, а когда и за что он получен? Он получен, вручен был лично президентом, я так думаю, за ту деятельность, патриотическую, активную, гражданскую позицию, которую я имела. И не до сих пор. До сих пор. Нашей дружиной, как бы, у нас не только, допустим, военизированная, у нас и занимались волонтерством. Мы вывозили с окружения наших солдат, мы из плена вытягивали людей. Мы возили в плен, в Донецкой СБУ возили продукты нашим пленным. Не боялись при этом, как бы скажем, члены дружины. Мы возили под обстрелами гуманитарку, это Новоселовка, Чермалык. Не боялись наши дружинники под градами, под снарядами, под обстрелами. Привозили бойцам всю помощь. Я хочу все-таки добавить, потому что у меня не ждал.